В правительстве края подвели итоги традиционной зимней акции «Снежный десант». Губернатор Виктор Томенко вручил лучшим бойцам студенческих отрядов заслуженные награды и благодарности. А студенты озвучили главе региона свои впечатления от юбилейного 50-го сезона. По их словам, с каждым годом муниципалитеты встречают бойцов «Снежного десанта» все лучше. Получилось, что мы такие, кто жил в общежитии, допустим, все 10 дней. Это, в принципе, редкость, что прожить на кроватях, как дома. Ну, вот, были как дома. И к нам на каждой селись. Обычно бойцы «Снежного десанта» ночуют в зданиях школ, в спальниках и на крематах, как в походах. Так проще разместить отряд в 20 с лишним человек. Студенты отметили и то, что и вкусно кормили, а также интересные объекты, которые они посещали в районах, музеи и крупные предприятия. В этом году в зимней акции приняло участие почти 500 студентов с Алтая и 12 регионов страны. За 10 дней десанта они оказали жителям шефскую помощь, делились советами со школьниками. Организовывали концерты, которые сами же и придумали. Интересно, что за 50 лет студенческой акции ее формат практически не изменился. Губернатор края поздравил представителей движения с успешным окончанием десанта и Днем российских студенческих отрядах. Сейчас в их строю на Алтае больше 3000 человек. Хочу пожелать, чтобы и дальше у вас в жизни вот этот вот настрой, вот этот задор обязательно был вместе с вами и давал в нужные моменты в жизни и силу, и опору определенную, и круг друзей. Продолжение следует...